61 на 1000 участников давайте еще раз посмотрим уже другого я это памяти я не виноват мне присылают письма я должен их рассмотреть вот тех допустим мне присылают говорит что мне делать я как что напишите что как бы родословную фотографию а я отвечу на вебинаре вот такие вот это и есть главное вебинаре потом будет и высшая математика я имею ввиду Мичорин ну не пугайтесь Мичорин тоже ходил в школу и тоже учился вместе с нами вот посадил вишню владимирскую из питомника четырехлетка побили ништам я вообще в шоке как можно саженец перед тем как продать еще побелить а нет ой господи ступею да чтоб дороже был сажал закрытой корневой системой обрезать не стал ну понятно мы все учимся постепенно вот получается надо ли ее подрезать или правильно сделать что все оставил вот смотрите тех сам себя убедил он как бы сказать очень многие не поддаются это со стороны никаким советом потому что вот помните как мужик нашел бутылку она не было написано яд а бутылка пахла со спиртом он убедил себя это спирт и выпил умер что касается деревьев видите как человек пишет практически дерево сформировано да это он пишет и неправильно написал единственное что беспокоит хватит еще дерево уже какую-никакую но прижиться нарастить корневую систему вот так теперь что получается это первый вопрос отвечаю так если дерево было куплено четырехгодных четырехгодные если было искалечено я не специально не оговорился искалечено было побелкой так то она никак не сформирована практически теперь ему приживаться из-за побелки труднее из-за того что четыре года росло а теперь его попробую вместе со штампом выкормить вот с таким четырехлетку да невозможно и тут скорее всего я бы оставил где-то четвертинку даже и то есть ну знаете что у нас горшка продают редко а если в горшке то они перед продажей напихают помните теряющую академию вот это вот наглый наглый прием когда студентов заставили вот такой горшочек гигантский вот таким штампом трехметровый сажный такой горшочек запихивать вот это было и вот получается надо ли подрезать так вот оно практически не сформировано надо отрезать половину посмотреть еще внимательно еще четверть потом еще четверть и где-то тут уже решать может еще или же хватит остаток может прижиться может умереть и вот получается так значит уже познакомились железом что вы сделали правильно вы решили так напишу-ка один раз плодоносила мелкими насадками яблоками да ну или это крупноплодный сорт ну ладно хоть сладкий позапрошлом году сбросила листву о началось прошлом 21 не дала прироста и очень мало листьев было и цвет стала желтоватым больным внимание после ваших семинаров и погружения в тематику посмотрел корневую шейку как и следовало ожидать она выплела кора превратилась в труху но дерево дала листья правда мало то есть это его шанс и даже цветочки несколько штук вопрос совет если смысл оставить друг справиться и шансов нет просто оставить нельзя я от вас дождался фотографии давайте смотреть это касается не только вас всегда когда болеет дерево я говорю на колени натворили его дерево умирает на колени разгребайте и смотрите что получилось труднее всего сгноить основание штамба именно у яблони видите вот теперь самое удивительное что она еще жива то есть пока мы говорили о грустном так и внимание смотрим наверх теперь мы видим перед собой вот кто-то еще таких случаях надеется вы знаете что у нас есть оппоненты оппоненты серьезные в том плане что они о себе много меня так опыта нихрена у них нет но зато у них есть как бы знания классические если бы этот товарищ отправил фотографии не мне отправила например туда же помните куда вот и те самые авторитетные женщины якобы садоводы сказали правильно чашевидную форму вот это мы не сказали вырезать чтобы а дерево уже практически покойная вот тут вырезать так сделать чашу и попрызгать фунгицидом уже я научился на самом деле это дерево больно на 95 процентов посмотрите сколько на нем листиков только по верхушке видите немножко на это дерево не поступают соки вот он низ он сгнил видите вот но для того чтобы этих ловить на таких самых что всегда когда вижу больное дерево вспоминаем железы на колени раскапываем вот об этом не знают наши упущенщики вот когда оскорбляйте они мастера и вот получается что а здесь вот так вот даже вот здесь вот так это уже вот так вот смотрите это уже особо ты не поймешь и уже тогда бы не сказали да чашу вот этим вырезать и сделать опрыскивание фунгицидами еще подкормку подкормку она все равно умрет если мне показывать вот это а мы видим это моя школа раскопать видите и получается что а получается обрезку делать будем а вдруг нарастет единственное что не он же не зря не спросил ничего не делать даже не замазывать варом краской ничего в этом заключается шанс или самолечение или смерть и вот он ничего не делая вот в этом месте ничего не делая вот в этом месте это ценнейший совет начинаем резать оставляем 9 нет убираем 90 процентов оставляем 10 уча раз крупнее так вот и вот так вот отрезаем поняли вот этот остаток имеет маленькие шансы и все-таки листики есть вот шанс и маленькаком плане скорее всего он умрет вот поезд ушел и все равно попытаемся спасти ведь и сколько я на говорю а говорит короче без эмоций мне не получается почему потому что я же говорю попробуйте отправить туда на тот канал где миллион слышим подписчиков там чем 20 напишут что надо делать но если особенно вскрыть вот это вот это ж моя школа раскопать а это откуда ведомо смотрим дальше как избавиться мхайли шаника первое сам миновато тут имеется в железах брат ты мне присылаешь это самое интересное смотрите я не верю таким публикациям уже по одной причине я знаю знаю я знаю этот фотографию чеху долго заборачиваться не надо у него в саду сада нет почему внимание откуда это фотография вот откуда когда я набрал это фото мхи и лишайники вот она и вот это вот что тут лишайник это уже не ваша это просто фотография интернета которая вы использовали вот для того чтобы заморочить почему если вы все сказали бы правильно здесь было бы всего одна строчка например хили шайники садятся на мертвой ткани дерево мертвой ткани и занимается своей законной работой их работа утилизация если было доводить дерево до такого состояния все но все и статьи больше нет ничего делать не надо вместо этого вы пишите деревья покрыты мхом или шайником замедляет рост плохо плодоносит со временем ветки засыхают отмирает еще выбрать вообще мертвой выбрать кроме того на рост и на побегах среда ты-то-то насекомых какие хрен насекомых вредителей знаете даже если брать этих самых жуков древоточца или как там называют древоточца я даже их это советую ничего не делать не искать их не не никак не не это не драть кору не ничем делать они тоже едят то что им полагается есть от природы здоровое дерево живое дерево никто никогда не сожрет и никогда вы ни одного древоточца не найдете на моих деревья . вот почему потому что я не дурак как защитить деревья спрашивает автор статьи процедуру следует проводить ранней весной но дурная работа ну хоть ранней весной обычно марте и пользу и осенью вот это страшно ребята перед зимой оголить оголить эту нежную кору которая покрыта старой корой неудачь и фотографию подобрал из интернета крайне удачь хотя бы полегче дерево чужого это а тут вообще мертвецину еще поздней осенью это смертельно то есть я мог бы еще жить дожить деревья старые покрыты мхом это мхом или шаги на моих покрытых которым за 30 лет еще нормально это часть дерева это это симбионты она есть это данность хомох лишание грибы убери умирает я сейчас еще раз можно я вам еще раз расскажу это это даже анекдот это притча моя у меня таких при сотни воспоминали иногда и так еще раз значит вот когда вот эту дулю а еще собрать листву уже ну при чем тут листва то вот смотрите ладно все таки потом забуду и так носит классика роман я увидел по телевизору виде фирма кто не знаю тургенев салтыков сиды не знаю значит лежат в постели двое замужная женщина и любовник не никакого этого никакого как говорится этого самого не хамство никакого такого я бы сказал нормальный разговор нормальный вот она говорит мужа пошел обследование в наших россии они его приговорили сказали жить ему осталось два-три года но мы уже решили что он едет за границу к лучшим немецким врачам а значит больше полугода за потянет поняли логику вот это тот самый случай он сюда годится пожилого дерева но стоит вот это все сделать вот это все понимаете вот это все очистка деревьев весной осенью вот они не протянут и не надо нам и иностранцев спрашивать самих хватает дураков которые вот этому учат если плодовое дерево врут препаратами ну ладно значит тут уже пошли советы взять вот такой фотографии сделать и советовать вот это опрыскивать и она что оживет ну это ладно это еще не все переносение обработкой нужно обязательно собрать сжечь опавшую листу я бы сейчас подняли штрафы за сжигание той же опавшей листой до 50 тысяч частному лицу вот у тебя бы это жечь мы уже поджигали целые поселки и десятки людей живем сгорели но дело даже не в этом если бы ни один не нарушил пожарное правило при сжигании если бы не было ни одного пожара по округе то есть аккуратно там бочки стоят там насос все вот бочки все чисто все равно собирать и жечь опавшую листу нельзя это пусть десятый раз ребята это значит что обречь дерево на гол просто взять собрать сжечь листу которая дерево нужно это и есть запомните где-то у меня этот постулат есть опавшая листва принадлежит дереву опавшая листва это часть той территории которая занимает дерево ни одного листика вот подошел взял листик посмотрел красивый такой бывает багряные вот посмотрел полюбался и положил на место именно вот такое отношение может изменить если же на поверхности деревья все раз стали чешуйки удалите механическим способом еще продолжаем калечить поскопите поверхность ствола и веток деревянной лопаткой щеткой старой мешковины но это я вам показал чеками создала туда не надо и 7 5 его это наверняка опять перед с одного гулять по всей стране дать почему больше я сделал смотрите уход застава я когда эту книгу доставал и не трудно было достать 100 тысяч экземпляров видите автора убрал прошло 50 лет может его уже живых нет 100 тысяч экземпляров предназначенных кому юному садоводов но юные садоводы это не школьники нет и даже не студенты юные садоводы это кто хочет прием это мы были юными нам в основном было по 50 67 свет мы были юными садоводами и вот здесь вот начинается уничтожение деревьев вот один из способов уничтожения деревьев прямо вот-вот-вот-вот очистка штаба а вы думаете это все а вам откуда взял из этих 70-х годов книга догадались 19 века я взял нашел фотографию знаете что это это манджурский абрикос в тайге к нему не прикасалось не вот это вот самое не шпатель не лопатка ничего так я тебе говорю что еще щетки по металлу привели не прикасаться как он прожил 100 лет выпустите теми разом смотреть в глаза как они посмели это покрытые мхами лишайниками грибами вот прожить 100 с лишним лет у меня другие фотографии только их найти надо а там вокруг усыпано абрикосами столетние деревья усыпано абрикосами у нас есть и 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